Приветствую всех! С вами комментатор Олег Саламаха и это рубрика «Шахматные комбинации». Рубрика, где мы с вами смотрим красивые партии, изучаем теорию комбинации, чтобы наша игра была красива и разнообразна. Мы с вами начали изучать партии-шедевры XIX века. В прошлом выпуске мы с вами рассмотрели такую интересную партию, где играли два неизвестных особо мастера романтика, Геринг и Минквиц, где белые замотовали черных, гоняя короля через всю доску и замотовав его на поле G1 в своем лагере. Эту партию вы можете посмотреть в предыдущем выпуске, ссылку я оставлю, то есть в аннотации вы сейчас можете щекнуть мышкой и перейти туда. Ну а мы сейчас с вами возвращаемся в конец XIX века, значит период 80-х-99-х годов XIX века, характерен многими комбинациями, построенными на базе новой стратегии, целеустремленного плана игры и позиционного маневра. К эстетике комбинации прибавилось требование ее безусловной корректности. Красота комбинации стала более глубокой, потому что сама комбинация стала не самодавляющим фактором, а вошла составной логической частью в позиционный план игры. Комбинация стала не продуктом стиля, а неизбежностью всякого шахматного прогресса. Она как бы органически влилась в творческую мысль борющихся сторон и вступила в новый исторический этап своего развития, который можно было бы назвать плановым или еще точнее позиционным этапом. И мы с вами начинаем рассмотрение этого периода с красивейшей комбинации, которая нашла свое осуществление в партии Мезона против Винавера из международного турнира в Вене, 1882 год. Итак, белыми играл Джеймс Мезон, черными же играл Шимон Винавер. Е4, Е5, конь Ф3, конь С6, слон С4, слон С5. Конечно же, итальянка в те времена очень часто играли итальянку и считали ее романтическим дебютом, но посмотрите, как изменилось веяние теории. Вместо хода С3 и Д4, которые вели к форсированным вариантам, белые играют Д3. В духе современных гроссмейстеров, сейчас тоже, если итальянка и встречается на высоком уровне, то все играют Д3, например, С3 и играют так называемое Джоккио Пиано. То есть, тишайший вариант итальянки, которая пересекается своими идеями с испанской партией, но только слон стоит на поле С4. Значит, Д6, слон Е3, слон Б6, конь Д2, А6, конь Ф1, конь Ф6. Ну, вот все, собственно, и происходит, то, о чем я говорил. Белые ведут коня на поле Ф5, следуя испанским маневрам. Значит, Х3, конь Е7, конь Ж3, С6, слон Б3, слон бьет Е3, ФЕ, ферзь Б6. По дебюту белые практически ничего не получили, черные стоят очень даже неплохо. Значит, ферзь Д2, А5. Ну, ферзь Д2 было сыграно с явным намерением сыграть длинная рокировка, а черные тут же подсекают. Теперь на рокировке будет просто А4, например, там слон С4, и далее уже атака здесь развертывается беспрепятственно у черных, то есть они быстрее цепляют белых. Поэтому С3, значит, А4, слон Д1. Мы видим, что белый уходит в пассив, но это пока временно. Значит, слон Е6, рокировка. Теперь мы видим, что рокировка, пришлось осуществлять рокировку в короткую сторону, так как в длинную не дали. Значит, ферзь С7, конь Х4, Б5, слон С2, С5. Черные тем временем атакуют на ферзьевом фланге, белые пока на королевском ничего особо не угрожают. Значит, ну вот, конечно, конь пришел на поле Ф5, его тут же меняют. Конь бьет Ф5, конь бьет Ф5, водя бьет Ф5. Происходят массовые размены, и казалось бы, что ничего такого взрывного комбинационного в этой партии не случится. Но посмотрим, что было дальше. Значит, конь Д7, водя Ф1, наехали на пешку Ф7. Значит, Ф6, слон Д1. Ну и здесь вот единственный, наверное, момент, когда черные чуть-чуть ошиблись. Слон Х5, конечно, угроза очень неприятная. И побоялись черные сделать просто рокировку, после чего они здесь могли успешно защититься. Но, конечно, страшно вот так вот рокировать, когда, может быть, там ферзь на поле Ф2 перейдет на поле Х4, либо на поле Ж3. И все равно как-то страшно, когда белые фигуры, особенно тяжелые, смотрят на короля. То есть вот-вот уже в лагерь черных здесь придут. Поэтому А3 сыграли черные. Значит, допускают они этот неприятный шаг. Слон Х5, король Е7. Остаются без рокировки, но закрытый характер позиции позволяет им бороться. Значит, Б3. Белые тем временем затыкают всю контур игру черных на ферзьевом фланге. Значит, водя Ф8, водя Ф3. Конь Б6. И начинаются этапы маневров. Мы видим сейчас, как отличается игра уже. То есть шахматы ушли вперед уже. И мы видим, что комбинация сама по себе не возникает. Она возникает в результате вот длительных вот таких вот маневров. Белые пытаются найти лазейку. Ну а далее, как мы увидим, если какие-то мотивы есть для комбинации, то, конечно же, они позволяют комбинацию эту осуществить. Значит, король Д8. Слон Ж4. Ферзь Е7. Слон Е2. Пока здесь все без комментариев. Черные уводят короля на безопасный ферзьевый фланг, где позиция может закрыться. Например, на С4 будет Б4. Значит, Д4. С4. Все. Черные пытаются закрыть позицию, а белые пытаются ее все-таки вскрыть. Водя Б1. Ж5. Закрывая позицию на королевском фланге. Значит, БС. БС. Водя Б4. Ну и вот белые все-таки добрались. Белые добрались до черных. Пешка на С4 требует защиты. Значит, ферзь Е6. Д5. Теперь уже пешка точно падает. Ферзь С8. Слон бьет С4. Все. Казалось бы, что белые торжествуют. Но черные играют конь А4 и хотят закрыться от атаки конем на поле С5. Значит, слон Б5. Конь С5. Ферзь Е2. Ф5. Черные пытаются создать какую-то контр-игру. Значит, ЕФ и Е4. То есть, черные просто пытаются законопатить здесь, скажем так, все свои слабости для того, чтобы к ним не пришли в лагерях. Ну и посмотрим, что сейчас позиция у нас. Если мы посмотрим, то две лишних пешки у белых. Но пешка слабая на поле С3. Пешка слабая на поле А2. Пешка слабая на поле Ф5. И пешка слабая на поле Е3. Черным разменять бы ферзей. И для них это будет большим счастьем. Но, конечно, кто же даст. Последовала ферзь Х5. Белые нападают на пешку А6. Слабую. Черные, конечно, вынуждены ее защищать. Они играют ладья Ф6. Защищая пешку А6. Белые играют слон С6. Атакуя ладью А8. Значит, черные сыграли ладья Б8. И вот приглядимся внимательно к этой позиции. У белых две лишние пешки. Но очень активная позиция черного коня на поле С5. Слабость белых пешек. Вот как еще раз давайте покажем. Ф5. Значит, С3. Е3. А2. Казалось бы, вносят в позицию динамическое равновесие. Но решающим, однако, оказывается ненадежное состояние черного короля. И мощное расположение белого слона. Что стимулирует белых на поиски комбинации. И здесь вы можете нажать на паузу. Подумать, как же здесь сыграл Джеймс Мизон. Ну, а мы продолжаем. Здесь последовала комбинация. Ладья бьет G5. Комбинационный удар, ставший возможным. Благодаря тому, что черные очень сильно стеснены. Что теперь делать? Ну, конечно же, ладью эту надо брать. Иначе просто зайдут к черным. Просто ладья G7 грозит. Значит, HG. Ферзь H7. Шах. И у черных выбор. Они могут сыграть либо король D8. Либо закрыться конем. Конь D7. Ну, и посмотрим, к чему же приводят варианты. Если черные играют король D8. То тогда ладья бьет B8. Ферзь бьет B8. Ферзь H8. Шах. Полностью форсированная комбинация. Чтобы не потерять ферзя, черные обязаны ходить король C7. Теперь еще один шах. Ферзь G7. Значит, ну, ходить на поле B6 бессмысленно. Поскольку белые просто съедят на поле F6. Ладью. И будет висеть пешка на поле G5. После чего проходная F решит исход партии. Поэтому король C8. Чтобы ферзь мог создать контр-игру на поле B1. Дать шах и отъесть на пешку A2. Значит, ферзь бьет F6. Ферзь B1 шах. Король H2. Ферзь бьет A2. Ферзь бьет D6. Ферзь C4. F6. A2. F7. И черные неименуемо получают мат. То есть здесь, как бы они не сопротивлялись. Позиция их беззащитна. Теперь, после ферзь H7 шах. Конь D7. Значит, слон бьет D7. Белые съедают этого коня. И здесь снова у черных выбор. Грозит вскрытый шах. Как можно защититься? Можно защититься двумя способами. Можно съесть на D7. И можно пойти в Fg8. Защищаясь от вскрытого шаха таким образом, что атакуя ферзя. То есть теперь слон не может отскочить, поскольку черные просто съедят атакующую фигуру. Ну и опять же рассмотрим варианты. Они очень красивые. Итак, если ферзь бьет D7, то ладья C4 шах. Теперь королю надо отступать только на поле D8. Иначе просто теряется ферзь на поле D7. Ферзь H8 шах. Ферзь E8. Ферзь бьет F6 шах. Белые отыгрывают ладью. Ну и при этом шахами забирают еще и пешку G5. Ферзь E7, ферзь H8 шах. Ферзь E8, ферзь G7. Промежуточный ход. Грозит ферзь C7 мат. Поэтому ферзь E7 ход вынужденный. Опять же ферзь G8 шах. Ферзь E8. Ферзь бьет G5 шах. Ферзь E7. Так, ферзь бьет G5 шах. Ферзь E7. Ну и теперь проходная пешка F говорит свое слово. F6. И снова черные беззащитные. Опять же, этот вариант у нас не проходит. Ну может быть слон бьет D7. Ферзь G8. Позволяет черным спастись. На момент у них лишнее качество. Скрытого шаха никакого нет. И казалось бы, что замысел черных торжествует. Да, конечно, у них не хватает пешек. Но все-таки лишнее качество. И плюс еще очень слабы белые пешки. Если ферзи разменяются, то черные здесь могут смело смотреть в будущее. Но здесь последовало непредусмотренное черными, но явно предусмотренные белыми красивейший комбинационный удар. Разве чего, собственно, эта партия и попала в эту подборку. Нажмите на паузу и попробуйте ее найти. Ну а мы продолжаем. Здесь последовал ладья B7 шах. Вот такой вот красивейший удар, связанный с отвлечением и завлечением под двойной шах. Выясняется теперь, что ладью Камикадзе брать ничем нельзя. Если брать ладьей, то остается без защиты ферзь на поле G8. После ферзь бьет G8 говорить нечего. Ведь король бьет D7, просто ферзь G7 шах. И теряется еще и ладья на поле F6. Поэтому эту ладью брать нельзя ладьей. Ни в коем случае. Опять же, никуда нельзя уходить и королем. Поскольку король D8 просто ферзь бьет G8. Это практически мат. Значит, остается только взять королем. Король бьет B7. Ну и здесь последовало перекрытие. Перекрытие и двойной шах. Слон C8 шах. Еще два усклюцательных знака ход заслуживает. Двойной шах от слона и от ферзя H7. Который хоть и атакован ферзь с поля G8. Но мы видим, что король атакован дважды. Двойной шах. От него возможно только одно. Это уходить. Ну в данном случае слон не защищен. Поэтому, если мы просто берем королем, то опять же мы теряем ферзя. Мало того, что мы теряем ферзя, мы еще теряем и ладью. Здесь, конечно же, черные сразу проигрывают. Поэтому черные пробуют последний шанс. Они играют король А8. Теперь опять же все равно ферзь потерян. Ферзь бьет G8. Ладья бьет F5. И мы видим, что черные отъели пешку на поле F5. Нельзя играть слон бьет F5 по причине. Ферзь бьет G8. Но ферзь D8. Угрожает просто ферзь А5 мат. Ладья бьет D5. Ферзь D7. И постепенно белые все равно добираются до черных. Угрожает ферзь А4. Значит, ладья B1 шах. Король H2. Ладья D2. Вроде бы черные активизируются, но точными ходами. Ферзь бьет E4 еще интересный удар. То есть на C8 брать нельзя, поскольку висит ладья на поле B1. Ну и ладья со слоном здесь оказывается гораздо сильнее. Слон E6, защищая пешку А2. И партия из такой вот красивой комбинационной бури у нас перетекает в позицию с реализацией перевеса. То есть теперь понятное дело, что нельзя играть ладья B2. Поскольку белые просто отдадут своего ферзя за две ладьи и останутся с лишним слоном и кучей пешек. Значит, король C7. Ну и далее просто без комментариев. Белые добрались до черного короля. И после ферзь C7 шаха здесь черные признали свое поражение, поскольку на король А6 еще будет слон C4. С выигрышем ладьи в чистом виде, поскольку на ладья B5 еще и ферзь C6. Здесь догоняют белые в черных. Ну и здесь черные признали свое поражение. Красивейшая партия, которая была сыграна в 1882 году в Вене. Еще раз повторюсь, что играли Джеймс Мизон против Шимона Винавера. Ну что ж, это была рубрика Комбинации. Сегодня мы смотрели с вами шедевры 19 века. Конца 80-х, 99-х годов. В следующей серии мы с вами посмотрим другие шедевры 19 века. Оставайтесь на канале. С вами был Олег Сломаха. Всем спасибо и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!